Всем привет! Это видео о том, как живут финалистки шоу «Пацанки» седьмой сезон после проекта. Напомню, что финалистки это Анастасия Афанасьева, Кристина Захарова, Кира Медведева и Амина Усманилаева. Начну с Амины и Насти, закончу Кристиной и Кирой и их разборками. Вся информация из социальных сетей и интервью девушек. Амина после шоу стала увереннее в себе, женственней, не переживает из-за лишнего веса, как раньше. У Амины улучшились отношения с родственниками, мама с сестрой в восторге от того, как Амина изменилась. Амина порадовалась, что победила Кира. Не каждый умеет радоваться за других. Анастасия отпустила ситуацию с отцом и бабушкой, которые обесценивали и избивали ее в детстве. Девушка перестала употреблять запрещенные вещества, стала добрее, строит планы на будущее, хочет вернуться в спорт, хочет работать на съемочной площадке. Мне очень интересно, кем? Кто знает, пишите. Настя очень хотела победить. Цитирую ее слова. Мне тоже очень хотелось победить, это была, знаете, такая детская обида. Но сейчас понимаю, что выбор был сделан правильный. Кристина утверждает, что проект помог ей стать более дисциплинированной. В каком-то из прямых эфиров она сказала, что победила не все свои вредные привычки. Это, кстати, заметно. В прямых эфирах курит, матерится как сапожник. Собирается работать над собой, стремится к лучшему, стало спокойнее. Кристина простила брата, наладила отношения с семьей. Но вот Юлю, например, не простила, уже после шоу назвала ее крысой. Вместе с другой Кристиной она наезжала на Киру, что Тамала делится о себе со своей аудиторией, что не все фан-встречи посещают. Вообще, прямые эфиры двух Кристин выглядят очень странно, Кристина Желточенко всегда на первом плане, а Кристина Захарова на заднем, как ее тень. Кристина считает, что могла бы победить. Цитирую ее слова. На протяжении всего проекта многие ставили на мою победу. Но поняла, что не выиграю, когда упустила шанс получить золотую брошь. На десятой неделе я попросту сорвалась. Да, обидно, но главным для меня было дойти до финала, пройти весь путь. Со слов других участниц, Кире сложно адаптироваться после шоу, сложно привыкнуть к обычной жизни, она не пишет о себе, отказывается посещать фан-встречи, на какое-то время ее потеряли. На самом деле, вышло очень интересное двухчасовое интервью с участием Киры, там обо всем, поэтому обвинение в адрес девушки, что она мало делится с подписчиками, пустое. В нем мнение Киры о каждой пацанке, жизнь, да и после шоу. После шоу у Киры была депрессия, она хотела спрятаться, ни с кем не общалась. Потом настроение переменилось, появился боевой дух. Кира хочет вернуться в спорт, хочет помогать наркоманам. Из интервью Кира ждала помощи от Кристины Желточенко и Ларисы Кравченко, не знаю как Лариса, но Кристина, вроде, Кире уже не поможет. Посмотрим, что будет с девушками позже. А на этом все, подписывайтесь, до скорого!